И к новостям культуры. Более 20 пинских мастеров-ремесленников представили свое творчество на первой объединенной выставке «Дива Полесья». Площадкой для экспозиции выступил Музей Белорусского Полесья. Побывали на выставке и наши корреспонденты. С 2006 года в Пинске при городском Доме культуры действует народное творческое любительское объединение «Полесьские мастера». Независимо от рода деятельности и наличия основной профессии, вступить в него может любой ремесленник и начинающий, и уже опытный профессионал. Один из участников объединения – Вацлав Нестерович. Свои деревянные сувениры мастерит последние шесть лет. Я по образованию учитель математики, работал учителем информатики, а после выхода на пенсию занялся немножко творчеством для души. Мне всегда нравилось работать, что-то делать из дерева постоянно. Ну а когда уже закончил свою трудовую деятельность, то в принципе появилось больше времени. Сегодня объединение насчитывает более 50 мастеров. Познакомиться с ними лично и увидеть их изделия можно на главной пешеходной улице города – Ленина, но в основном только в теплое время года. Выставка, открытая в музее Белорусского Полесья, дала возможность не ждать нового сезона. Это как такой, можно сказать, зимний вариант нашей пешеходки. Ну, то, что люди выходят на пешеходку, а сейчас возможности такой нет зимой, потому что холодно. И вот Дмитрий Павлючик предложил, это его идея, собрать мастеров и сделать, выставить их здесь. После мероприятия «Бересейские сани», где мы увидели, что действительно их много, они талантливы, и подготовили достаточно своих творческих работ, мы предложили им вот это небольшое помещение. Но мы не ожидали, что будет такой ажиотаж участников, поэтому я уверена и уверяю всех, что и дальше продолжится выставочная работа с ремесленниками. Авторские работы 25 мастеров представлены в разных направлениях и техниках. Батик, вязание, вышивка, бисероплетение, керамика, ковка из металла, лозоплетение и многое другое. Оксану Каханчик-Немчинскую многие пинчане знают по ее куклам-марионеткам, танцующим на пинской пешеходке каждые выходные. Я собираю такую коллекцию вот этих вот строев, ну одежды, чисто вот по районам, именно по Лесье пока. Но в будущем хочется вообще по Белоруссии полностью сделать вот такую выставочку. Организаторы и участники выставки рассчитывают на то, что мероприятие не станет разовым, а приобретет регулярный характер. Площадкой для экспозиции в будущем может стать не только городской музей, но и другие учреждения культуры.